Все, всем привет. С прошлого раза пофиксил микрофон. Должно быть лучше слышно сейчас. Все, запускаю. Так, сначала скажу, что это не официальная трансляция. Официально это Майнкаст. Ну, чтобы не было никаких проблем. Этот матч был вчера, я просто не успел, поэтому комментируем сегодня. Альянс против Team Liquid по коэффициентам 1.8 на Team Liquid 2 на Альянс. То есть, получается, ну, более-менее ровный матч, хотя все равно предпочтение жидким идет. Первый бан Альянс это Котел. Team Liquid отправляют в бан Никса и думают над вторым баном. Минус ВК, интересно. Здесь будет минус Шейкер, если с вами брать не будут. Или какие-то другие планы. На первый бан, первый пик. Первый пик у Team Liquid. Получается, они будут, скорее всего, банить. Чтобы он им не достался. Так, это будет на вторым уже баном. Осталось 5 секунд. Этот матч второй после... Минус Пак, интересно. Минус Пак, ладно. Леон. Скатай с какой-то дивизиона, поэтому даже как-то рад смотреть на интересную доту. Где, ну, более скилловые команды, прямо сказать. Лео Спирит. Интересный первый пик. Ну, для открытия неплохо. Опять же, он может быть саппортом, но... Есть вероятность, где он пойдет и на мид. Такое тоже видели. Леон. Мне как герой Леон нравится Почему-то вот Только сейчас он доходит на первый пик Потому что обычно его в принципе не рейтят Хотя у него есть и Хекс И Стан И скилл, чтобы на линии погонять Монодрейн И отличная ульта Плюс Забираю Видим, столько, отличная связка Сказалось, это саппорты уже будут Дву саппортов Тим Ликвид забрали Хороший начало пика Чем же ответят альянсы? Тоже саппорты возьмут? Повторят? Или будет что-нибудь более Неожиданное? Так И это у нас Алхимик Ну, как-то слишком рано Я не думаю, что он бы ушел в бан На второй стадии Потому что Не то, что бы сильно ожидали Хотя, возможно Да нет, точно бы не ожидали Либо же это Их заготовочка Минус онк То есть То есть Не получается МК как мидера не банит Или МК как керри Потому что Не получается Не верят То, что алхимик Будет керри Не банят МК Минус Тимбер Как будто Был химик керри Очередной минус керри Минус герокоптер Не спроста уверена Что это будет не керри Это Митал химик получается Или же вообще Другая позиция Что же за банят альянс Так, есть Минус Од Похоже, будто они банят героев на мид Потому что, в принципе, тебе тоже может на мид сходить Но Д больше Офлайн В этой мете Поэтому Опять минус керри Почему они боятся И герокоптера И джиганату Ладно Возможно, это Быстрое давление Быстрая игра Некоторое что-то более лейтовое Но почему у них герокоптеров Над баном думает альянс Дополнительное время даже взяли Задумались Минус блудсикер Вообще блудсикер Как герой Отличный Но не на позиции керри Как по мне Как по мне Сразу скажу Конечно, его и берут Но вот честно Вот, ну, намного Намного Он уступает Я не знаю Образному сларку Даже при том, что он его контрит Именно как Тоже поймись Как оффлейн Шикарно Блудсикер оффлейн Очень нравится Как Ондайнг Очень приятный пик Альянс Мне очень нравится Это, скорее всего, будет Зомби четверка Или, не, зомби пятерка Леон четверка И вот если пойдет Зомби Ну, в сложную С кем-нибудь Это будет Это будет Очень сильная Дабла А если и в триплой Уууууууууууууууу Ну нет В трипле В триплой Они просто не пойдут Так, битрейт хороший 1600 служит Альянс В третьей пик От TEAM Ликвид Будет, скорее всего Ну, у меня ставка, что это будет оффлейн герой. Почему-то мне так кажется ни с чего. И это у нас будет. И это будет. Задумались темниками. Возможно, Bloodseeker подходила и нравился. И, в принципе, пад Эвспирит и Гримстрока, это будет был очень сильный тимфайт. Закатывается земля, стан летит от Гримстрока, всё это падает второй от Bloodseeker. Ну, это шикарно же выглядит. И там вся киллионы-андайинги просто будут умирать. Если, естественно, андайинг не перефармленный. Сильно задумались с темликвид, как будто прям попортили им планы этими банами. Либо они меняют стратегию, что вряд ли. Что же они у нас хотят? Энигма. Блин, вот насколько приятные пики у обоих команд. Я уже хочу поиграть и этой командой, и этой. На любых героях. Очень приятно. Блин, вот огромная разница на самом деле. Возможно, у меня больше понимания игры как по европейской мете, но вот пики европейских команд, как по мне, намного лучше смотрятся. Прям отличные боевые пики. Проверить звук. Все нормальная трансляция. Почему-то опять есть шумы. Этим я недоволен. Возможно, что-то опять сбилось. все вроде есть. Так, ну будем надеяться, что они меньше шумы, чем в прошлый раз. И это звучит получше, потому что мне не очень понравилось в прошлой этапе. По качеству звука это было ужасно. Фантом Ассасин. Получается, это фантомка Керри. мид, алхимик. Ну, жадновато, конечно, жадновато. А теперь нужно самой пофармить. Вайпер. надо точно алхимика убирать с мида. Ему вайпер жизни вообще не даст. Он идет в лес, в лес тут фантомка. Зомби не с кем будет нападать просто-напросто. Алхимик мид это очень неудачное решение здесь. Сейчас переиграли? Хотя нет, вряд ли. Скорее всего, они его уберут с мида просто. Потому что баны вообще не похожи. Они как будто бы не боялись ничего в мид, что играет алхимика. минус ДП минус мид. Это не мид алхимик получается. Возможно, я не смотрел их прошлые игры, что я их не смотрел. Но это, видимо, их стандартная тема. Это получается оффлейн алхимик. Минус два мидера, да, действительно. Блин, насколько сильно мне это поменялось. Это оффлайн алхимик. Да. Я там даже чекну в прошлом матче. Было ли такое у них? Но сейчас это минус вивер. Угу. Хороший бан. Вивер бы отлично по темпу подходил. И что же возьмут на последний пик импл нужен керри. Керри против дровки. мк мк они сами себе забанили. Это урса. Не могу сказать, что мне нравится урса. там бус есть может быть. Алхимик съесть тоже сможет. Лен конечно будет кайтить. Фантомка будет упрыгивать. Ну неплохо, неплохо. Под разгон станом грим срок под блэк холл. В принципе да, хорошо. Такой стабильный ДПС. И последний приказ должен быть мидер. Кто же на мид пойдет против вайпера. Что можно на мид? На самом деле мид против вайпера стоять в принципе не особо приятно. Арк Варден просто неожиданный который будет кайтить урсу и вайпер неплохо постоит. Но это вряд ли будет. Лина тоже не очень. Как-нибудь шторм на самом деле неплохо. Над вайпера страдает. Но по игре это было приятно летать. И станов только сайлент земли и то это нужно не повезло. ВР мне нравится варочка всегда отличный герой очень приятные потычки и по игре все здорово. Так по пику но мне нравится и фантомка и варка поэтому и не нравится урса поэтому выбор очевиден это альянс. несмотря на то что коэффициент чуть-чуть больше на тим ликвид все же не берет почему-то лимб героя себе в мид давай 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 бери 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 погнали в итоге это будет мид вайпер против варки более-менее ровно на легкую пойдет ну я на самом деле да это пятерка зомби отлично пятерка зомби это я послал Леона с фантомкой и в оффлайн как раз алхимика с андайингом они там такую кучу будут наводить это будет очень весело какой сет на гримстрок ну прям цк вылетает цк здесь мид получается идет вайпер энигма от боксе и пофармить в оффлайн эр спирита и урса пойдет с гримстрок как комба отлично возможно даже ну будет неприятно конечно от зомби с алхимиком но ну не критично скажем честно долгая пауза затягивается все предыдущая игра 506 побед сыграл получается 6000 игр неплохо неплохо лучше похуже похуже дела у гримстроков стоят так камера свободная и убираем руки от клавиатуры скилл скилл разбегаются по линиям альянс сбежит на верхнюю линию в надежде кого-то убить герп ставит вард ликвид занимает противоположность карты просто так сказать урнами разменяются такой же стоит безопасный вард на своей территории то есть пока игра зеркальная вайпер сразу берет второй скилл уенигма что у нас две масочки ничего не вкачано заходят в вражеский лес но там никого не найдут скорее всего потому что вряд ли кто будет стягиваться кто-то выйдет первым по факту он ничего не сделает выходит ли он они начинают вот встреча встреча урса урса стан отлично это будет минус урс минус павашот прыжок отлично выживают в итоге расходится миром и интересная растация за местной руне ну просто разменяются хп и уйдут да забирают еще эту руну в итоге просто альянс тянулись не забрали ничего платили хпшки расходятся обратно по линиям не особо выгодный размен для них но можно добавить урсу поэтому в принципе просто не вышло не получилось ничего страшного расходятся по линиям в меду у нас вр должно быть еще крипов включить 3.0 из первой пачки у вайпера все все отлично ну в принципе врка тилер отсылать не должна здесь у нас один крип всего из пачки не очень приятно но в принципе камбек нет закуп отличный хочешь собрать себе кислый ну-ка так 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 тоже ничего страшного не происходит здесь гоняю друг друга леон гримстроук минус алхимик будет стану да я думаю будет минус все-таки да отлично можно еще леон нет леон не заважать уже леон уже вне досягаемости отличный фраг но афлайн алхимики что у меня позавтра кстати топорик ну самонадеянно самонадеянно на такой линии топорик в принципе реген есть пустоты тоже есть неплохо неплохо но с его твичкой конечно да это чтобы не погоняешь и вот против фурсы который настакивает на нем это я не учел и как по мне ну ставить леона алхимиком ну блин не лучше все равно связка потому что вот тот же леон мог бы ну лучше погонять мне кажется ардио спирита вместе с фантомкой плюс энигмы еще спайки по эйдолонам ману маны лишить то есть было многоприятней теме на миде кримстат 17.1 вайпер 13.4 у варки в принципе все более-менее ровно по уровню 3 и здесь 3 все ровно самая интересная линия будет оффлейн разбегается уже будет минус уйдет не уходит накручивает банку банк спускает интересная линия все стягивает ее спирит но это уже поздно вкат леона будет леона попадает да это минус леон уже в любом случае отличное смещение тем временем на миде вайпер просто обгоняет варку минус 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 задайвили там бой задайвили и убили потому что ушел ее спирит и поняли что энигма одна можно на нее давить давить и убивать лучше оправдывать себя андайв вместе с фантомкой фантомке все отлично по фарму не отлично конечно но в пределах нормы смещается обратно в спирит но уже и атаковать альянс не хотят отелки по фантайм к нему идут спирит с энигмой не дошли заблочить или что да блочит ближний спаун вис еще живет отводит инсейния крипов отлично 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 передумал интересное решение миди тем временем пятый уровень на полуровня вайп обгоняет варку и на 10 крипов ну это естественно не критично но неприятно вот шестой уже получил по сути может смещаться и убивать кого-нибудь на этой линии перепуливает крипов спирит теперь мы пропустили фраг на верхней линии также с стана да все так такая же с инсвелом набегает сгрызает в этом плане дабла отличная мультимликвит пятая пятая минута руны две за линии одна за альянс еще заберут липид все ровно получается фантомка фармит это самое главное для альянс у варки все не так плохо так не лагает ли стрим потому что похоже подлагивает критично такого сказать уже не будет на следующей ну в смысле не на второй третьей игре а в следующие дни потому что решил провайдера поменять после его действий потому что это уже надоело что пропадает просто каждый интернет и днем и вечером это может произойти и мне это в принципе не устраивает поэтому будет больше скорость другой провайдер то есть остаться будет получше хотя казалось бы куда но да ну да да так транквилы я в спирите соответственно ахимик ну да монет клуб для урон это в принципе нужно было пока запах довольно приятный на любом герое урна баночка и топорик имеет право на жизнь пока бандворцу в топе ну да как и нужно 2 минера 2 керри вряд ли что для этого будет убить конечно приходит вайпер подфармить инстаки нельзя это получит еще опыт алхимик из приятного для альянс здесь дайверс убирает вышку вот такая сладкая энигма для фантомки на самом деле вот прям вот так хочется с этой штукой просто кинуть даггер прыгнуть и разбить ей лицо я прям представляю спирит же укатится а вот энигма энигма сладкая вот он ждет нападение врывается да 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 тычка тычка отлично можно что-то спирита потому что у него 7 секунд да отлично отлично все дождался дождался никобэйби своего времени забирает это был отличный выход от лимпа с дабл дамеджем еще и типает конечно типает так в итоге лес будет стакать эрмстрок подфармливать на самом деле интересная мета бф на урсе потому что раньше ему прям явно не хватало для фарма либо ты берешь блинк либо латар и идешь убивать либо просто оттенешь по фарму если против тебя какой-нибудь керри который фармит намного лучше типа джиггернаута ну про эти македжа речь в принципе не идет выходит временем альянт чужой лес навстречу также выходит ликвид лен смертник нг нет разошлись фнг в итоге будут вкусить от толстого вайпера фнг уже минус че там буду формят хотя вот ворвись фантомочка она бы убила да но это был билет билет была ли ульта леона вот из-за третьего уровня тем временем красавчик красавчик я же говорил все да идеально никобэйби мой герой все отлично играет будем болеть лично за него третий уровень это вот очень плохо на саппорт леоне прям не хватает ульты на нем тем временем алхимик уже получил шестой получил тапок стики это будет аганим аганим для кого я бы отдавал леону вот серьезно этот палец был бы просто идеальный и по гримстроку тонкому и по энигме которая тоже не собирается пока в хп она же не собирается пока в хп что у энигмы не кратчи да ну вот 1000 хп смотрим на леона на его палец так аганим аганим увеличивает урон уменьшает беззарядку насколько он увеличивает почему не показывает а вот все вижу урон за скиттером 725 725 как раз 725 руны тоже ровно разменяются вот 725 у энигмы 1000 минус резист конечно это будет минус больше половины хп у энигмы мне кажется это было бы отлично опять же давайте гоним фантомки это приятно но это не прям сильно ее усилит естественно будет приятно но в эрке аганим это да 2 венрано ну тоже не особо зомби аганим или зомби 10 силы он же 10 отнимает правильно да 10 все то же самое вот это было бы сильно это было бы круто кое-кво не берет руну и сквозь баночка в принципе в команде а баночки нет ни у кого все равно должен не сохранить если что так тем временем тем временем тем временем конечно все тем временем и происходит а чип вест у вайпера отличный артефакт на самом деле в принципе мой любимый из всех тир один айтемов который он отдает врусе спириту нет гайс но ван но ван гайс гайс так нейтральные никому серьезно 3,5 регена мини обратка и никому не нужно обидно я бы взял я бы взял действительно формит алхимик а по опасности ли он ну скорее нет чем да да и он уходит до совет а что там пятый уровень его фнг на 12 ему прям очень нужна экспаунс этой пачки энигму может это ему леона по опыту леона шестой это вот отлично плюс есть смоук где находится леон да он уже через план выйти на энигму но лучше ли энигмы персонаж у тебя трипов в принципе в таком ничего не решают можно на творце включать вот урсу вот урсу бы им хотелось забрать вкатывается просто подарок отлично давай свой палец да все идеально минус тайга просто сам прибежал из фраг ну все-таки урса урса вот она вот заветная урса которая уже идет на стаке и будет получать очень было 300 а еще закупился на мидлейс и осталось 300 около 300 рублей заработал за эти стаки неплохо сколько секунд заработок фантомка фантомка собрала собирает тоже бф нападение на зомбака заплевывает вайпер он выживает в принципе игра довольно ровная размеренная 13 минута по нетворсу у нас почти в ноль в опыте ноль довольно ровно по перспективам мне намного больше нравится в лейте фантомочка алхимик который огнимо раздаст себе нафармит вр леончик зомбачок а здесь а кто здесь а кто здесь земеля ну ничего и не пропустим потому что она отлично вписывается урса прям в лейтгейме ну не то что вы прям может сравниться или может нет не нравится поэтому не может все вайпер у нас будет просто нет вайпер отличный ладно перемстрок в портлетом фантомке тоже отличный но вайпера столько вспомнил и его убивают с ультимейтом зомби с ультимейтом в рке у в рке бил тоже прекрасный алхимик почти покупать себя аганим посмотреть кому он его все таки отдаст нижнюю башню забирают ликвид лев никак не смешает просто разменивают на верхнюю в принципе все ровно всех это устраивает поделили карту по сути здесь альянс здесь ликвид все ровно отпушивать вайпер пушивает да закидывает тучку странно что ликвид не хотят контестить рошана потому что у них есть вот данный персонаж который отлично разговаривает с этим рошаном что-то бкб ну бкб да против леонов против банки против в рке это мастхеф просто мастхеф даже от зомби от его подхила неприятного леон даггер спи хочет даггер ему довольно близко так что он будет прежде минуты 2 наверное возможно и раньше с этой пачкой раз добил два добил этого этого тоже этого не добьет раньше бига добил ну отлично снизу анигма фармит толкает линию сверху у нас спирит свайпером кого-то еще там никого нет поэтому никого и не найдут неожиданной новости тоже толкает пачки на рошана думают заходить альянсы он здесь прямо напротив дороже начинает забираться дд вр будет она една как ультимейт свой данная вывязает расстреливает ну довольно быстро минус рошан эггис фантомки да отлично можно выходить вбок но да скорее всего и сами отойдут опять не столкает вайпер отличная ротация рисует раз два три четыре пятиугольник зомби нападает на фантомку но вряд ли что-то получится у нее есть тики она может и прыгнуть да это просто отдали кулдаун в нее совсем понял ну ладно по шмоткам нейтральном фантомке ничего что у них есть в принципе подходящего тем временем забирает вайпера снизу вышли отлично отличный выход снизу лучше ротация такой и хорошей либо просто во время не ушел обгоняет тем временем фантомка под двор с урсу кстати по огониму кому отдал гоним забрал варки нет у фантомки нет у леона нет у зомби нет а гоним где в курьере где его курьер так ладно за место разберемся у кого гоним пока ни у кого минус зомби там поставят будет там врывается леон под тучку копает врывается в аркап вкусит вайпера вайпера врывается фантомка но это просто минус земля и все так где твой огоним он же его собирал я вообще не понимаю что происходит ты же собирал огоним так курьера его нет у него его тоже нет по статусам пьянима ни у кого нет он леона дота тв можно пожалуйста отображать почему здесь показывается что как будто бы у него горит урон со скипетром и кулдаун кулдаун старый ведьма а я я я и я и я как вы меня радуете только до протяжения стольких лет не перестаете просто радовать вот почему хотя и тут горит странно ладно просто опустим да все нет отматывать я не хочу огоним у фантомки все я понял отображается по другому он не как эффект а как здесь все да ну вот настолько ли он нужен перезарядка блюра я бы отдал леонова честно или он дайангу смог от альянс потом будут выходить они видели вайпера видит вайпера могут выйти на него и по по пути на урсу откнуться это было бы вообще идеально не пикает фантомка все таки нет все таки они будут выходить на вайпера тп 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 прямо сейчас нет они в итоге в итоге палец зомбак и просто ничего не делают ну странное решение ну ладно укатывается земля вошад в эрке мимо земля здесь уже не поймать просто стягиваются туда метавра альянса шмотком собирает госкипетр собирает тоже госкипетр все боятся урсы пропадает егис да все ну не реализовали довольно странно но и в принципе ничего не отдали фармили в принципе тоже неплохо у нас выходят выходит альянс наверх здесь фантомка добивает крипов микрочейс фармит опасно 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 бкб бкб энигмы скоро будет даг это будет отличная связка артефактов довольно опасной позиции близко друг к команде далеко алхимик верка подтягивается в наступление альянс идут могут энигму срезать энигму 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 энигма делает тп ее не видно отступают ликвид фантом ксдд отлично плод подраться нападают на зомби минус зомби быстро нужно отойти или нет нападают нападают минус вообще моментально минус земля разменялись все так мгновенно довольны и альянс и ликвиды хотя я думаю что и альянс хотели побольше забрать не всего лишь одного героя и то саппорта алхимик толкает стол крест флэшбэк с 16 или 17 на алхимике только теперь это уже оффлайн на самом деле довольно странное решение потому что но это не лучше оффлайн то есть он не может погонять вражеского саппорта и либо и саппорта и керри если же саппорт хороший будет то погонять еще и алхимика потому что тычка у него не очень сильная на ранних лвлах но опять же он берет с расчетом больше для себя набрать нежели врагу не дать а нужен ли такой оффлайнер жадный этот вопрос именно в этой стратегии смотрится хорошо хотя вот на самом деле если бы здесь сделать оффлайн врку и мид алхимика возможно нет он бы создал вайпер ладно но в принципе в теории без этого пика это было бы сильно тоже по новым шмоткам у фантомки башер появился классический фак все отлично теперь идет в эбисол лайфстил не взял фантом страйк вот не хватает вот чуть-чуть лайфстила вот сатаник еще впихнуть и все идеальный бил вместо стиков сатаник потом собрать и все ну и дизольку желательно еще впихнуть куда-нибудь но в принципе нормальный дешевый главный аналог дизольки всего за 900 рублей это же блин это идеально на самом деле айтек для фантомки потому что он дает хп-шку фантомки которая тонкая всегда минус 3 армора плюс замедление вот вот как будто блин на самом деле делали этот артефакт чист для фантомки потому что это идеально краски под раннюю сборку что может быть лучше команды опять разминулись не угаду с направлением задувка тверки минус рошанскер все будет там бад на сейф на всякий случай но ликвид не хотят его отдавать готовы к врыву даггер с блэкхолл эмигмы вкбшку дает никобэйби никобэйби врывается на сбегает связка отличная по двум героям блэкхолл отличный блэкхолл вайпер дает атос в вверху нападает никобэйби минус эмигма быстрый будет умирать умирает алхимик не страшно минус минус вайпер минус по вайферу отлично отлично набирать plasma разбег разбег три стан связка да, это будет минус extreme 10 это идеально вообще это будет минус рошан плюс скорее всего одна ист 2 это идеальный размен для альянс я верил в этот пик в этот пик я верил в эту фантомочку что я по шмоткам уже вот уже после рошана у нее будет ваша фантомочка если верил нельзя в тебя верил да все вот он вот он и бесов ой зачем тебе сказать ну серьезно нужно сказе еще и сыр задала все себе жадная фантомка по низу идет спирит помиду по виду по виду заходят фантомочка фантомочка даггер врыв даггер врыв даггер врыв даггер врыв прихлёстывает в сцене и нигму и обрекает ее на смерть и на самой сцене и выход выход будет не угадывать направлением лим в итоге нт не живет в отличие от т2 тавара или нет это точно должен забираться альянс не будут его дефать не будут разменивать его т2 сверху хотя при ситуации хотят ходить уже не хочется поэтому да лучше разменяться чем потерять темп отойти за дефать плюс у них есть глиф где глиф на глиф готового обоих команд у сам выбирает крипов в лесу и встречает и они господи фантомка бкб урса урса отходят по твой крестом даггер даггер не сильно летает чай без крита тем временем инициатива полностью уже в руках альянс они ведут по золоту 15000 минус вард анбокси уже ничего не боится не к бэйби от линза туда дистанцию спайков отлично забрали вверху т2 в минуту 2 сейчас будут пойдут на т2 снизу или не или нет или это будет это будет драка в лесу идет очень смело ничего не боится фантомка к бэйби красавчик все отлично выбирать крипов будет на дарите вот вот она цель для даггеров для всего для всех спилов стоят плохо прям по блэк холл по сути нет уходит врывается резко мной него отличный минус отлично минус по инигме а у него есть если бэйбэку инигмы нет бэйбэка отлично отлично это точно минус сторона без них даться в принципе не будут ликвит они слишком слабы них единственный шанс это надеяться на хорошие блэк холл от инигмы и все сглуты блэк холл соответственно и блэк холл ну минимум по двоим троим персонажам один кто будет фантомка ой 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 подставляется земля это минус земля на самом деле только две по сути потому что могут забирать и верхнюю линию уже уже станет гене даже в арку не то что фантомку а при таком станции при таком раскладе фантомка будет просто уп ничего не боится у него егис вообще не страшно даже потерять она все потеряет потеряет же потеряет стоит там бау блэк холл отличный отлично по до егис это вот уже не просчитал минус в фантомка или не минус фантомка потомка живет потомка хилится клик живет курсаурсу раскайтили отличная связка отличная связка от лимпа шикарнейшая сюда вот теперь это точно гг подождут этим ликвид или будут до конца играть минус бараки казармы с этим атакуют но это уже на самом деле здесь все ясно минус бараки это сейчас будет минус т2 минус черная т3 очередная сторона и вот с мегакрепами ничего не сделают ликвид леон 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 добивает таки леон лев леон лев нижнюю т2 тоже атакуют забирают ответить хочу билд у лимпа отлично среди альянс играют вот шикарно отличный билд у фантомки отличный билд у лимпа у леона никакого мусора нет алхимик во все полезные собирается зомби который взял все полезные артефакты отлично там деле команда мне на очень нравится я буду их болеть наверно док на этого матча но по крайней мере несмотря на то что на них был кофтент чуть-чуть больше мне нравится намного больше именно по сборкам потому что ну блин здесь тоже все блин вот реально все прекрасно вот люблю одну ту европейскую собираются прям по-человечески если можно сказать врывается но это уже да это уже просто замес за батон бараков бараки стоят но это уже гг понимают ликвид и все что это гг вопрос только во времени фантомка вот таки у нас счет 11 9 0 10 11 0 брк под фонтаном издебательства отлично отличная игра намного интереснее чем и было в том регионе мне нравится дота европейское мое почтение сейчас так будет пауза и следом 2 игра все до скорого